Всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду снимать просто обожаемое мною видео. Я люблю его смотреть, и снимать, и делать это. Вы уже догадались. Да и по названию понятно. Сегодня я расскажу, что же в этом малыше. Итак, немного исторической справочки. Он малескин, можно начитать по-разному. Я его давно не вела, но решила начать именно год свой в нём. Тут январь и февраль выполнено всё по месяцам, всё ок. Я вам расскажу, как это вообще, как я веду, что я там делаю, что я туда вклеиваю, что я там рисую. Небольшой спойлер, сейчас покажу, чтобы вас заинтересовать. Это мега всё ярко. Какого я вообще принципа придерживаюсь? Кто, может быть, смотрел предыдущее видео про канцелярию, ссылочку можете найти внизу в описании. Я вела первый семестр такой маленький блокнотик, потому что я думала в качестве экономии места, и чтобы уменьшить вес сумки, я носила маленький такой вот буквально блокнотик. Но я подумала, у меня есть такая замечательная вещь, и почему не писать в ней? Минус этого блокнота в том, что просвечивают страницы, и больше я его не куплю за такие деньги, он себя не оправдывает. Кому-то нравится, мне как бы не очень. Он обклеен у меня стикерами, но всё подробнее потом покажу. Итак, если вы хотите узнать подробнее о его внутренностях, оставайтесь со мной, и сейчас будет магия. Так выглядит мой ежедневник с наклеечками. Открываем его. Я быстренько пролесну, что у меня было до этого. Это всё выглядело вот так, это тот год. Много записей, много планов, предыдущее расписание. Апрель. Какие у меня баллы по зачётам, экзаменам были. Вот такие вот разворотики. Это было лето, это я вам не показывала, но я просто написала стих, вклеила фотку с Артуром и всё такое. И тут начинается январь. Январь выглядит очень у меня так красочно, даже я бы сказала немного оляписто. Вся моя суть ведения ежедневника сводится к тому, что я расчерчиваю месяц и заполняю его. Внизу остаётся немного места, там я вписываю дополнительную какую-то информацию. Итак, январь у меня был месяцем экзаменов, вообще харккора. Первую неделю января я не писала, потому что там были праздники и всё вот так. Вот 10-го у меня была статистика, потом тервер, бухучёт, налоговое право. В кружочках я обводила видео, которые я выпускаю в какие дни. 20-го числа мы вечером с родителями и с Артуром проводили время в ресторане. 21-го мы ходили в цирк, вот это всё отмечено у меня, что в какой день мы делаем. Потом мы вот уезжали в Кольчугин на два дня, два дня во Владимире. Потом приехали в Москву, ходили 28-го на баскетбольный матч ЦСКА и команды из Турции. И 29-го мы отправились в путешествие на поезде в Сочи. Первый день мы отсыпались, ничего не понятно было. 21-го числа, последний день января мы пошли в Дендрарий. Об этом видео есть на канале, ссылочку оставлю в описании. Вот так вот. Внизу расположены такие вот кружочки. Я хотела их сделать в виде диаграммок, но примерно получилось у меня, что все баллы одинаковые. 92, 93, 94, 95. Так что они все получились почти одинаковыми. Ух учёт, налогоправо, тервер, статистика. В нижнем правом углу у меня располагается надпись январь и планы на каникулы. А планов на каникулы было совсем немного. Это путешествие, это yes. Всё правильно, всё сделано. Съёмки видео. Из этих видео я не сняла только первое. Это первое я планирую снять уже очень давно, и я обязана всё-таки его сделать и прочитать. Одно-две книги, одну прочитала. Как я и сказала до этого, странички очень просвечиваются. Получается, вот на этой стороне уже ничего писать нельзя. Так что я пропускаю разворот и пишу дальше. Ну и вообще расскажу, как я в принципе подхожу в Дилан. У меня есть разворот. У меня есть такое вложение, которое находится на страничке, которую непосредственно я сейчас введу. Эту бумажку можно взять с собой, чтобы не тащить целый ежедневник и вписывать сюда дела. Тут дела типа какие-то домашние задания, что надо позвонить куда-то, что-то сделать, что купить. Просто всё вот куча вывали на суда моих дел. По мере выполнения я просто вычёркиваю их маркером. Но есть ещё вот такие вот типа листки, это планы на день. Вот, например, сегодня мне надо вытереть пыль, помыть зеркала, снять два видео, которые сейчас одно я уже снимаю. Под вопросом ещё какие-то дела. Вот это вот по мере того, как я всё сделаю, я его просто выбрасываю. С этим же листочком я поступаю ровно так же, когда всё это будет сделано, я просто это выброшу. Тут опять же находится весь мой месяц, и я не закормождаю какими-то вот такими вот плавающими делами вот этого. Ну и давайте пробежимся. В начале месяца мы ещё были в Сочи. Вот в среду первый день мы ездили в Роза Хутор, Красная Поляна, в Олимпийский парк. Далее ходили в Океанариум. В пятницу я вон приклеила такой смайлик, что я очень не хочу езжать. В воскресенье у Артура был день рождения, мы ездили покупать ему подарочки, супер-классные кроссы. Вы у него можете посмотреть в Инстаграме, ссылку оставлю в описании. И с шестого было начало учёбы, я тут изобразила вообще тлен. Тут два дня ничего не происходило, то есть я просто ходила учиться, и я даже не знала, что тут заполнить. Пока ещё втягиваюсь в режим. Сегодня у нас четверг. Это день был стоматолога, но к стоматологу я сходила вчера. И вот тут какие видео мне надо снять. Тут вот можете заметить, что каждую пятницу у меня написаны кисти. И по мере выполнения я буду ставить галочки или штриховать, я пока ещё не знаю. Каждую неделю мыть кисти, а то я забываю это делать, кисти для макияжа, и это очень плохо. Мойте девочки кисти. Я вообще проревела несколько дней, когда я узнала, что я теперь учусь по субботам, то есть я не смогу ездить к Артуру. Это очень соплачевно, но сейчас не об этом. В субботу-воскресенье мы будем праздновать у него дома его день рождения прошедшее. Приедут все его друзья, и я туда тоже поеду. После пар, который заканчивается полвторого. Далее у меня ещё пока дни никакие не заполнены, но я отметила, что я день всех влюблённых, и надо сделать английский. И надо отметить, что 23 февраля мужской день. Я ещё этого не сделала. Если вы хотите посмотреть, как именно я заполняюсь все дни, обязательно напишите внизу в комментариях. Сегодня же я буду просто вам показывать, что у меня есть на данный момент. Листаем дальше. Тут у меня расписание моих занятий на этот семестр. Если вы хотите помнимательнее посмотреть, как я буду жить эти полгода, оставьте на паузу и наслаждайтесь. И внизу я начала писать фамилию, имя, отчество, преподаватели. Это тоже очень важно, чтобы быть всегда на коне. Тут у меня сценарий одного из кусочков видео. Если вы смотрели предыдущее мое видео, в середине ежедневника есть цитаты из книг, какие-то стихотворения или фразы, которые очень мне нравятся. Это вот тут прям вся я на этих страницах и то, что мне нравится. На этом разворочится очень секретная информация, я буду её прикрывать. Тут список планов на 2017 год, и один пункт я уже выполнила под номером 21. Ну, приоткрою завесу тайны, под девятым пунктом у меня написано «Прочитать минимум 20 книг за год». И на соседней странице я уже начала вести, что я прочитала. И что я хочу прочитать находится вот внизу. Что я прочитала, это «Проклятое дитя», понравилось. Очень хочу посоветовать книгу «Тринадцатая сказка», я от неё фанатею. Офигенная книга, недавно дочитала буквально на днях. «Прочитать всем, тринадцатая сказка». Ребят, пожалуйста. Я даже не поленилась, её принесла, потому что она просто потрясающая. Необычный сюжет и очень захватывает. Всё, что я хотела показать, находится на этих двух разворотах. И опять же, если хотите посмотреть, как я заполняю, и посмотреть конец февраля и уже начало марта, обязательно дайте мне знать внизу в комментариях. И напишите мне, может быть, какие-нибудь советики, как мне лучше стоит вести. Па-бам! Ну что ж, ребята, вам понравилось? Если вам понравилось, и вы взяли какие-нибудь идейки для себя, обязательно пишите внизу в комментариях. Да, я очень люблю всё вклеивать. Да, мне девятнадцать, да, я люблю всё рисовать. Ну, просто я такая, просто мне это нравится, и просто я это люблю. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить оформление следующих месяцов. и поставить палец вверх, чтобы порадовать тётю Дашу. Мне было приятно провести время вместе с вами. Пока-пока!